Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Знанок из банка у Татьяны Михайловны. Татьяна Михайловна, могу ли ты сейчас? Не получится. Вы ее муж? Ну, можно так сказать. Это ее номер телефона, правильно я понимаю? Конечно. А другого у нее нет дополнительного? Ну, не готов ответить, но вполне вероятно, что нет. Понятно. Просрочка у нее в УТП банке. Вы не знаете, она оплаты носима или нет? Да, какие-то деньги я даю постоянно в какой-то банк. Ходит то в один, то в другой, то в третий. Но оплаты нет уже 29 дней. У нее уже скоро списание следующего платежа, то лишь завтра. Соответственно, штрафы были начислены. Вы передайте, чтобы она сама нам срочно перезвонила? Да. Задовы у нее есть бесплатные? Да. Все равно я все решаю по деньгам. А что там? Где договор? Какой банк? Еще раз. УТП, да? УТП, да, банк. Ага. Что там по договору? Сколько она должна? Алло. Что приобретала именно, знаете? Ой-ой-ой. Да откуда мне знать? Я в командировках постоянно. Что она там приобретает? Я только выдаю, как говорится, потом денежки. Понятно. Вы хоть и не уточните, что она приобретала. Значит, смс-переквизиты я отправила. Как же я отправила смс-переквизиты? А сколько денег надо заплатить? Ну, сейчас у нее там 9400, но там штрафы начислялись. Поэтому сумму ей все равно придется перезнанивать, уточнять, что там штрафы. Не-не-не, а штрафы, подождите. Штрафы вроде как это самое. Не, штрафы, штрафы. Штрафы. Штрафы, по-моему, это такая суть незаконная, насколько я понимаю, по роду своей деятельности. Штрафы начисляются, это прописано в банке, в вашем договоре. В договоре слово штрафы прописано? 20% годовых, да, тот числ на задолженности. Знаете, наверное, так поступим. Коль вы так сейчас сказали, больше в банк денег поступать не будет. Я вам сразу скажу, я работаю по командировкам, я юрист выездной. И когда я услышал слово штраф еще и в договоре банковском, я сразу насторожился. Уточнил у вас, и вы подтвердили это. Этот договор уже только по этому факту можно признавать ничтожным. Слово штраф. Штрафовать имеет право человека только судья, даже работодателю. А вы когда за ДТХ не заплатили, вам штрафы начисляются, проценты там, да, вот, пеники? Да, начисляться-то они могут, понимаете. Вы можете начислять, но не имеете права их у меня требовать. Штраф может начислить только судья. Да, даже работодатель не имеет права штрафовать работника. Договор, понимаете, это не панацея. Любой договор может в любом периоде времени быть расторгнут. Это юридический документ. Это юридический документ. Ну, юридический документ, он может легко перестать юридически весомым документом, понимаете. Он может легко превратиться в пантик. Как будто вы, вы когда еще раз говорили, за ЖКХ, когда не заплатили, вам штрафы начисляются. Вы тоже хотите сказать что-то не заплатили? Что? Что не заплатил я еще раз? За ЖКХ. За ЖКХ? Да там, вы знаете, вот я как раз-то по ЖКХ и мотаюсь. По ЖКХ, вы знаете, сколько людям списали вот этих якобы штрафов с моей помощью? Потому что как раз-то слово «штрафы», есть слово «пене», запомните. Вот «пене» должны быть не более… Пене, пене, страха неустойка. Вот «пене» можно начислять не более 0,2% в месяц. Пене. А штраф, высосанный из пальца процент… Пусть будет в пене, если вас так будет. Как это «пусть будет в пене»? Вы сказали… Я же вас переспросил, в договоре написано слово «штраф». Вы сказали «да». Если бы в договоре было написано «пене», то это меняло бы суть переговоров. Вы сказали тогда в договор, посмотрите, как именно у вас… Подождите, но вы сейчас претендуете на то, что вы из банка звоните, да? Наверняка… Я говорю, чтобы она заплатила ее ежемесячный платеж. Нет, секунду. Если в договоре есть слово «штраф», и там наверняка, значит, есть куча еще всяких нехороших моментов, то, вероятнее всего, я имею возможность… Пойдите, почитайте тогда все это… Вот, теперь я уж точно его почитаю и вполне уверен, что, скорее всего, выполнять условия этого договора можно повременить, как минимум, пока банк не изменит его. Что делать? Так ежемесячный платежный 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 Девушка, да поймите вы, есть договор, который юридически, возможно, ничтожен. Выполнять условия этого договора – позор для юриста и для членов его семьи. Понимаете? Позор. Поэтому я этот позор на себя брать не хочу. Поэтому я изучу этот договор и отправлю вам претензии в банк. А пока что пометку себе сделайте. Клиент считает, что договор не соответствует действующему законодательству, в этой связи приостанавливает выплаты. Да пускай они себе начисляются. Вы там что-то решили, для себя начисляются. А в суде посмотрим, что кому начислят. Существует статья 29. Закон о защите прав потребителей. Слышите, да? Гражданский кодекс Российской Федерации. Можете загуглить, посмотреть. 29-я статья. Скажу, не обращайтесь никуда. Что? А зачем мне обращаться? А зачем? Я себя хорошо чувствую, и жена моя будет теперь хорошо себя чувствовать. Ничего никому платить мы не будем. Очень хорошо. Я буду вам благодарен, вот за это я вам буду благодарен, что ей больше нигде кредитов не дадут. Что я хорошо обеспечиваю семью, а ей все мало. Понимаете? Она когда не взяла за наличные расчеты, взяла кредит. Ну вот это бабская ваша вот эта вот психология. Все больше и больше вам надо. А жить по средствам надо уметь. Знаете, в общем вопрос в лимейном кругу как-то… Конечно. Не, я вам заявляю со всей ответственностью, как полноправный представитель своей жены, так как я ее супруг. Мы приостанавливаемся. Платежи на основании 29-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей. И об этом будет официально уведомлен банк в письменном виде. Можете мне не звонить и нам не звонить. Мы больше… Ну, ждите, ждите. Будет официальное письмо. Я изучу договор. И пока банк не изменит условия договора, ну как Почта России будет работать. А какая вам-то разница? Ну, если договор, вы понимаете, вы подсунули человеку, пользуясь его юридической неграмотностью. Не вы буквально, а ваше руководство. Договор. Дали ему якобы деньги. Деньги для банка – это ничто. Это не то, что как обычные граждане мы с вами воспринимаем. Деньги для банка – это товар. Знаете, причем огромная куча этого товара, от него это не убудет. Вот. Он продает деньги, так назовем ситуацию. И в этой связи… Это вы будете с ней обсуждать? Или… Да нет, я же… А тебя на оплату вносила, но не в полном объеме? Ну, потому что я не контролировал ситуацию. А вы сами сказали, что в договоре есть штраф. Я вас за язык не тянул. Вы сами промолвились… Вы не устойте 20% годовых. Да. Ну, вы сказали слово «штраф». Повторили несколько раз. Я вас… Я сказала слово «штраф». А посмотрите, как это в договоре у вас прописано. Да какая разница. Я теперь посмотрю. Я уверен, что если я проанализирую договор… Хорошо, если не найду слово «штраф», я найду, я уже уверен. У нас такие сотрудники в банке работают. Тогда вы решаете вопросы. Я найду там кучу пунктов, не соответствующих действующему законодательству. А на тот момент, а на то, что внесла 5 октября, эти суммы недостаточно. Пускай доплачивают. Так она больше ничего вносить вам не будет. Понимаете? Благодаря вашему болтливому языку, я теперь проанализирую, и ситуация будет работать теперь в нашу сторону. И считайте так. Мы обращаться в суд не будем. Мы известим официально банк. Банк официально известим от своей позиции гражданской. Мне от вас нужно только… Мне вот это не важно. Мне от вас нужно только то, чтобы вы передали ей информацию. Вот тогда она… Да будьте уверены. Информацию она получит. Мы пока не разговаривали по этому поводу. Что? Она лично сама не перезванивала. Поэтому я не знаю. Вы сейчас говорите, она не будет оклачивать меня на оплату вносить. Наша семья выполнять условия липового договора не будет. У нас есть общий семейный бюджет, который формирую я. Вы не решаете вопрос. Да, конечно, я это буду… И вопрос будет решаться именно таким образом. Спасибо вам за информацию, уважаемая. С этого момента наш бюджет увеличился ровно на сумму платежа. Почитаю, проанализирую. Слово прочитаю не подойдет. Проанализирую. Ждите писем. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Играет музыка.